Все, кто сегодня заходит в социальные сети с хэштегом Хелепорт 9 мая, находят массу ярких фотографий с масштабной акцией, посвященной Дню Великой Победы. Она началась с автопробега в Одинцово. Праздничная колонна автомобилистов, участников молодежного движения Смотра.ру, торжественно проехала по Московской кольцевой автодороге. Ехали хоть и шумно, но очень осторожно. Ведь перед участниками пробега стояла ответственная задача – сопровождение ветеранов. У меня гордость за наших ветеранов. Ветерана видно издалека, даже если на нем нет медалей. Конечным пунктом праздничного автопробега стал крупнейший в Европе вертолетный комплекс «Хелепорт Москва», который на некоторое время погрузился в атмосферу военных лет. Полевая кухня предлагала гостям настоящее фронтовое угощение – солдатскую гречневую кашу, приготовленную по особому рецепту. Духовой оркестр играл с детства знакомые мелодии далеких 40-х годов. Молодежь кружилась с ветеранами в вальсе. Когда хорошая среда, мы в ней хорошо растем и развиваемся. Тем более для понятия ветеран – это в основном здесь у нас все с Одинцовского района. Непередаваемо просто, когда видишь этих сильных людей. В адрес ветеранов было сказано много теплых слов. Для каждого был подготовлен памятный подарок. В свою очередь герои фронта выразили также благодарность и признательность организаторам акции за внимание и оказанный душевный прием. Я вас хочу поблагодарить. Ваш сегодняшний парад мне напомнил как-то наше юноше детство. Я после войны еще летал 10 лет в авиации. Сегодня я почувствовал себя как будто в те времена. Кульминацией большого праздника стал потрясающий вертолетный парад, который прошел на площадке хелепорта. Подобное событие проходит в нашей стране впервые. 20 частных вертолетов с троем пролетели над МКАДом в почетный круг. В память о героях Великой Отечественной войны пилоты вертолетных комплексов развернули в небе гигантские флаги бывших советских республик, а также Знамя Победы и Георгиевскую ленту, тем самым выражая благодарность и уважение всем тем, кого сегодня нет с нами. Но кто обязательно видит и слышит нас с неба. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.